друзья всех приветствую роман светан и военные итоги недели как всегда в это время и в этот час здравствуйте роман приветствую ну вот начну с того что херсонских ковунов видно нам в этом году не видит роман знаете такая печальная так сказать шутка потому что то что произошло это действительно вот многие сравнивают с чернобыльской трагедии и наверное по многим параметрам это сопоставимая катастрофы то что взорвали каховского газ и знаете целую неделю шли какие-то дискуссии на эту тему кто шо случайно не случайно а есть доказательства нет но самое главное наверное состоит в том самое главное что причина всему да если мне было той войны то каховская газ была бы цела а во-вторых что американские спутники зафиксировали взрыв каховская газ в ночь на 6 июня они говорят о том что никакого там знаете эволюционного разрушения не было они говорят что был незадолго до того как дамба прорвала был взрыв ну и мы знаем что она была заминирована и это тоже как бы позиция номер два что вы думаете по этому поводу она сама по себе не прорвет она отстроена так что прорвать ее невозможно без внутреннего взрыва однозначно эта плотина была заминирована приминирована еще в прошлом году подготовлена к подрыв причем инженерно инженерное минирование это не просто там по завозили сверху понакидали взрывчатки было инженерное минирование это все покажет следствие после того как сойдет вода мы это все деоккупируем уберем и достанем оскова все эти части эти бетоны бетон этот разложат спецы эксперты проведут расследование вычислят причинно-следственные связи что где зачем специалисты те которые разбираются и подрывники в том числе они очень быстро покажут даже в какой последовательности что взрывалось и если вообще нужно потому что если брать уже реальная причинно-следственные связи прямые так это без ста миллионов россиян которые решили уничтожить украину и украинцев геноцид украинского народа без этих ста миллионов россиян которые подобили путина выбрали его поставили ему задачу уничтожить собрали армию заплатили с налогов это вооружение этой армии запустили и напали на украину естественно в конце концов вот такие действия вот эта причина основная причина это россияне россия империя а подрыв дамбы это следствие вот этой причины которые не себе поставили задачу уничтожения украины как государство ну и украинцев как нации перед этим был взрыв такой же плотины в районе карлов и карловское водохранилище западнее донецка то есть они очень долго пытались ракетами с триста и ее подорвать но ее там подорвать не получилось они просто попали наконец-то попали в шлюз и шлюзы в конце концов разворотила произошел сброс пусть меньше там ну конечно что сотни раз меньше водохранилища и его эту воду перехватила внизу водохранилище там есть кураховская то есть вся вода с карловки ушла в конце концов курахова то есть не небольшая проблема была но увидите что не никто на это даже внимания не обратил в мире подрыв причем вот такой дистанционный прорыв уничтожение экологи говорили об этом они конечно вот поговорили поговорили путин попробовал ага все получается никто не внимания не обращает ну и давайте дальше вопросы решать подорвали каковку с военной точки зрения самое интересное грамотно и правильно почему потому что у россиян не хватало сил и средства резервов для удержания запорожского направления потому они обезопасили себе левый фланг убрали несколько сот километров керсонского направления взорвав дамбу и вернее плотину и ну естественно дальше обезопасили себе этот фланг однозначно это сто процентов нас где-то на месяц как минимум получили форы так называемые то есть они обезопасили себе это направление где-то на месяц пока сойдет вода пока подсохнет пока можно будет как-то там еще двигаться то есть у них как минимум несколько недель до месяца есть этого этого времени а все резервы которые были расположены вдоль херсонского направления сейчас все они на запорожском направлении в районе орехова вот пытаются как-то удержать наши войска которые движутся в сторону так мака и мелитополя вот для чего был подрыв этой дамы как раз вот опасность запорожской аэс вряд ли вряд ли какая-то опасность есть дело в том что все таки там атомная станция под они сделали с их точки зрения неправильный шаг когда русатом взял под контроль эту станцию то есть теперь за нее отвечает русатом у русатома сейчас как минимум шесть таких же реакторов такого же уровня горят они сдать не могут толком запустить это в вакую четыре реактора два реактора факты в венгрии в вакую в турции то есть вот такие же вот шесть реакторов запорожской атомной вот шесть реактора у них постройки сейчас это десятки миллиардов долларов это большие деньги они не будут рисковать а прекрасно понимают что если что-то произойдет на запорожской атомной они там уже половину сотрудников загнобили заставили их подписать контракты с русатом рассовали свои папа паспорта российские ну то есть довольно таки жестко обошлись мирным населением гражданским населением потому я не думаю что там что-то произойдет проблема может быть в крымском титане он тоже приминирован это заход крым армянская вот вот это может быть проблема а что там может быть что там может быть скажите чем это может грозить нам приминировали не подходы к кислотоприем кислотоприемникам к емкостям с хлором с реагентами большой хим все-таки химкомбинат это вход в крым перекопский то есть через перекоп в районе армянская подрыв облака может там лечь и хотя часть конечно его уйдет в сторону то той же сочи то есть пойдет на тамань на керчь на тамань пойдет на русскую власть это останавливало и пугало по-моему никогда и когда да потому могут подорвать чтобы остановить нашего ну вернее задержать продвижение наших войск на перекопе ну они с на неделю может быть пока мы не переоденемся в химзащиту и не выполним самыми мероприятия под дезактивацию мы видели много сообщений на этой неделе что началось контрнаступление это же подтвердил и президент владимир зелинский мы видели много фотографий с ирским с остальными заседания ставки и так далее вот не не видели залужного только но вот я сколько раз говорю с военными не говорят что залужный это вот один самых авторитетных может быть самый авторитетный человек в армии вот даже не сказать как его называют но я не могу говорить может быть это тайна вот его позывной но на фотографиях как всегда фотографируются бездельники а ребята которые разбирают работают они ж им некогда в целфи щелкать потому вот то что мы на фотографиях видим это бездельник ну это конечно вот это сарказм такой залужный однозначно выполняет боевые задачи ему точно не ну не до таких селфи ну естественно с несколько генералов которые штабные которые сейчас управляют процессом на всей линии фронта и уже я думаю папа фотографируются они по крайней мере после окончания первого этапа наступательных действий я думаю как выйдем на азовское побережье вот тогда залужный вот тогда залужный побездельничает хотя бы может быть пару дней отдохнет азовское побережье когда вот как с вашей точки зрения но прогноз такой знаете мы можем выйти туда исходя из тех сил и средств которые сейчас есть задействованы и с нашей стороны с российской стороны нам придется прогрызать линию обороны где-то в 100 километров придется я думаю до конца можем до конца лета если именно при прямыми от лобовыми ударами по-другому пока никак это вот первая вторая или первая вторая третья линия обороны пока будем прогрызать где-то наверное с месяц придется работать уже уже правда подключились вот неделю работали штурмовые роты и штурмовые батальоны батальон атакийские группы сейчас по некоторым позициям подключаются уже бригады то есть подключение бригад я думаю несколько недель будут уже работать бригадами и а вот бригады они как раз могут прогрызть и вторую и подойти к третьей линии обороны и дальше уже корпуса я думаю пойдут на на прорыв но это не раньше чем у месяца наверх тут маргарита симоньян переживала страшно как нам не хватает китайских солдат значит в белгородской области чтобы они нас защитили это бред сумасшедшего но тем не менее знаете по фрейду она они по-моему готовы сдать россию уже китаю кому угодно в аренду а чего там взяли там но у них есть кого взять бурят якут они на китайцев похожи потому могут перебросить туда и сказать что это китайцы никто ж не против кодырова на китайских железяках горцует ну этих также могут использовать главное если если у симоньян так это значит информационно-психологическая операция потому могут могут легко этот вопрос решить с большими красными звездами там содрать как китайца в свое время голливуд рисовал вот примерно такую форму нашить там двум бригадам и запустить ну есть по сми сведения о том что в течение нескольких нескольких дней в сау а проводят массированные атаки в донецкой запорожских областях и ряд населенных пунктов там уже освободили насколько ну вот это так там говорят там о некоторых селах село благодатное донецкой области еще ряд сел вот что вы знаете вот о том что происходит там на этом направлении дело в том что вдоль всей линии фронта вот после того как россияне отминусовали можно сказать на месяц херсонское направление херсонский фронт осталось три фронта запорожская донецкая и луганка первые первыми начали движение это донецк донецкий фронт это район авгеевки район того же бахмута и там продвижение уже давно работают бригады там продвижение она уже такое ощутимое на километры причем по некоторым позициям мы уже закрепились закрепление это значит ну можно сказать на сто процентов это уже отвоеванная территория освобожденная дальше оборудована определенными фортификационными сооружениями этой готова к режиму обороны уже каком кондовом режиме потому вот там есть информация о том что мы действительно там и километры полтора и два и два с половиной прошли на берк на берховку выходим и клещеевки подходим разворачиваемся в сторону и курдюмовки то есть там движение можно говорить что дан такой а вот пока по всем остальным фронтам особенно по запорожскому допустим районе орехова в районе великой новоселки в районе угледара не маринки сейчас той же в районе евдеевки пока идут позиционные бои так называемые иногда позиции могут переходить в течение дня из рук в руки два-три раза ну то есть это силу это тоже может быть позиция причем дело не в селе или поселке а это просто та точка на карте она может быть даже не позиции как таковой в основном обходят населенные пункты войска обходят лучше идти по посадкам и по полям чем допустим через населенный пункт а потому говорить о том что мы там что-то освободили на данный момент пока мы еще не закопались не зарылись не не отрыли позиции то есть и полностью не взяли это под контроль лучше не стоит эти позиционные бои они могут еще долго идти где-то неделю еще точно то есть вот пока не подойдут реально бригады пока уже а бригада когда заходит вот когда заходит бригаду уже на позицию вот тогда она начинает уже отрываться за Закапываться, взрываться, и тогда уже можно говорить, что, допустим, какое-то поселок или какое-то село освобождено в прямом смысле слова, хотя в этом поселке уже давным-давно или селе нет людей и даже собак с кошками, потому что в серой зоне или в зоне боев, но как географическую точку можно как-то обозначать. У нас положительная динамика практически по всем фронтам и по Запорожскому фронту очень тяжело сейчас, особенно в районе Орехово, наверное, самое тяжелое направление Ореховское. Почему? Потому что как раз после того, как Герасимов взорвал Каховку, у него появилось несколько десятков тысяч солдат свободных от задач, и он их бросил под Орехово. Вот потому сейчас там очень тяжелые бои идут, и как раз вот такое знакопеременное движение, потому пока вот плюсов там таких, чтобы можно было их обозначать, пока точно нет. Будут где-то через неделю, я думаю, там работы еще точно на неделю. А вот в районе, допустим, Углидара, западнее Углидара, в районе Великой Новоселки, там вот этот временский выступ, по нему работают наши хлопцы с флангов. То есть будут откусывать по квадратным, там десяткам квадратных километров, может быть, с селами, в том числе посадками. Будут откусывать такими малыми клещами. Все по классике, то есть классический подход к освобождению территорию такими малыми шагами. Потому там такой положительный динамик. А такая же есть демонамика в районе и Авдеевки, особенно по югу Авдеевки, в сторону Донецка, на ДАП. Жаба Гадюкинг в российской армии. Там, как пишут некоторые паблики, там обязали якобы Вригожина, чтобы до 1 июля, вернее с 1 июля, все якобы добровольческие, как они говорят, на самом деле ЧВК, отряды, подписали контракт с Минобороны России. Хочется спросить, а что такое, что случилось? Чего вдруг они так засуетились? Полтора года почти, так сказать, такое полтора года, сколько ЧВК Вагнера существует уже. Да, все построено на преступлениях, на беззаконии и так далее. До сих пор все всех устраивало. Скорее всего, что впереди Герасимову придется бежать из Бахмута. Бежать, причем там сейчас те действия, которые проводит генерал Сырский в районе Бахмута, естественно, с помощью и выполняют наши ребята. То есть, где-то через несколько недель, я думаю, даже к концу месяца придется Герасимову оттуда конкретно бежать, бежать до Папасна. Развитие ситуации как раз к этому идет, а получается, затянул российскую армию в Бахмут как раз в Пригожин, и они оттуда убежали. Понимаю, что дальнейшее развитие событий, ну, совсем будет для них печально, если они останутся в Бахмуте. Они все бросили оттуда, просто убежали. Так вот, есть механизм, как их туда вернуть обратно. Поставить строй, а дальше боевое распоряжение и возврат в Бахмут, удерживать Бахмут до конца, так сказать, до последнего Пригожинца. Я думаю, Пригожин и будет последним Пригожином в районе Бахмута. Вот этот механизм, по-моему, сейчас как раз... Роман, а как они технически их могут поставить в строй? Если Пригожин заявил, он сегодня заявил о том, что они не будут, что там российская армия, это армия долбодят. Они не будут с ним подписывать никаких совместных контрактов, и ЧВК туда не пойдет. Ну, то есть, по закону, это незаконное формирование. Есть два выхода из этой ситуации. Либо их сажают всех, либо же им ничего не могут сделать, и они себя занимаются тем, чем они и раньше занимались. Каждому выручат повестку, а дальше включится механизм, репрессивный аппарат российского принуждения к военным действиям, и все. И потому никогда не выиграло ни одно ОПГ против армии. Ну, армия – это все-таки структура. Это лучшая... Армия сама по себе структура – это лучшее состояние, наверное, любой организации. Любая армия. Это централизация, так называемая. Потому, если кто-то там пырхает на армию где-то, неважно, кто это, менты, понты, это бандиты, ОПГ, кто бы это ни был, армия, в конце концов, их раздавит. Главное только развернуться. Просто сильно неповоротливая структура. Но если она уже разворачивается, если уже начинает ехать, против нее уже никто не уставит. Поэтому, я думаю, сейчас все будет просто. С 1-го числа получат все, так сказать, эти ОПГ Пригожина, получат повестки и дальше будут стоять в очереди в военкоматы или сразу в воинские части. Я думаю, их пропустят через военкоматы, рассредоточат по этим, по частям. Подгибайте каждого кувалдой, и все в порядке. Нет, зачем кувалда? Да нет, им в руки автомат, и вперед на этот... А, кстати, Ахмат сзади будет стоять как заградительный отряд, и пусть они попробуют обратно вернуться. Кстати говоря, про заградительный отряд, раз вы уже сказали это волшебное слово, там же официально просят какой-то из депутатов, я не помню фильм, по-моему, Алексей Журавлев в Госдуме предложил закон о заградотрядах прямо официальный сделать. Поэтому вполне реально, что они будут такие заградотряды. Да, через законодательство однозначно проведут, а это самые оптимальные варианты. Почему? Допустим, почему тех же кадыровцев и ахматовцев, когда они работают в режиме заградотряда, в принципе, вояки посылают по курсу русского корабля. Ну, там поменьше слов просто получается сразу. То есть они работают вне закона, ну, менты какие-то, Росгвардия, и выполняют какую-то заград функцию. А когда это все проведут через закон, то тогда Росгвардия получит механизм просто отстреливать всех, кто бежит. Причем в законном русле уже. И тогда уже сильно не попосылаешься. И сейчас они этот вопрос решат. То есть там Сталин отдыхает, в конце концов. Приезжал премьер-министр Трюдо к нам в Киеве на этой неделе и представил пакет 500 миллионов. Но еще меня заинтересовал один из, так сказать, моментов этого договора. Он сказал, что страна передаст украинским властям, имеется в виду Канада, конфискованный российский самолет Ан-124 «Руслан». Ну и Канада, конечно, там учит наших летчиков на Ф-16. Что это за конфискованный самолет? Расскажите нам, что это такое. Ан-124 – это транспортник. Их очень много в России, в том числе. Они тоже их собирали. Это же какой-то особый самолет, да? Нет. Это простой транспортник. Он попал под санкции. Канада его арестовала и, в конце концов, приняла решение нам его передать. Вот по такому механизму его надо срочно срисовать. Раз он сработал по Канаде, вот в таком режиме надо арестовывать все российское имущество. Вообще все. Корабли, самолеты, зерно, металл. Ну, не знаю. Ну, все. То есть даже шубы у «Навки». Я давно так говорю, что репарации нужно прямо сейчас начинать осуществлять. Конечно. И сходу сразу, вот в таком режиме, тем более, что есть прецедент. У нас же, вернее, у американцев там такое великое слово «прецедент». Вот он, если есть, по этому накатанному пути уже едут, все остановятся и начинают ехать. Вот прецедент. По такому пути надо и расположить. Самолет стоит, Роман? Вот сколько этот «Руслан» стоит? Ну, он больше сотни миллионов стоит, зелени. То есть это дорогая машина. И вопрос какой? Ну, сам самолет, может быть, нам сейчас на данный момент, он на боевых действиях точно не нужен. Но это все-таки не истребитель и не боевой самолет. Но как транспортник выполнять задачи по перемещению груза, а у нас очень много военных... Время войны это не лишнее совсем, правда, вот грузы перевозить. А я слышала о том, что может Львовский аэропорт заработать реально это сейчас, как вы считаете? Ну, как раз в связи с этими перевозами грузов и так далее, что было бы для нас, так сказать, сокращенное время? Это же многое во время войны, значит. Пока НАТО не закроет над нами небо, а это, кстати, может произойти вот и на Рамштайне, если вопрос будет подумать, и на саммите НАТО. То есть поднять этот вопрос еще раз о закрытии неба. Уже есть прецеденты, уже в конце... Не то, что прецеденты. Ну, мы, в конце концов, мы уже работаем Патриотами, Насамцами, СМТ, у нас зенитно-ракетные комплексы выше... Ну, не выше, по крайней мере, весь спектр практически этих комплексов у нас есть. Потому здесь осталось только закрыть небо и в конце концов об этом объявить закрытие неба. Это значит, НАТО, которые могут взлетать с европейских баз, будут патрулировать, пока наши летчики научатся, пока нам передадут F-16 или там какие-то самолеты. В это время могут НАТО перекрывать небо. А вот в этом случае Львовский аэродром точно может заработать. А сколько, с вашей точки зрения, нам еще нужна система ПВО, так, чтобы закрыть, ну, хотя бы так на уровне, как мы Киев закрываем, закрыть страну? Ну, потому что, знаете, Игнат говорит, что если бы у нас, ну, вот мы так быстро не возродили ПВО, да, то они бы сделали там совсем то, что они сделали с Мариуполем или Бахмутом, со всей страной бы это все сделали. Так и есть. Если бы ПВО не работало, россияне могли бы заходить на неоккупированную территорию просто бомбиться с самолетов. Это то, что вот мы постоянно говорим, что для чего нам надо самолеты, чтобы бомбить российские части и укрепрайоны. Потому что самый максимальный урон может нанести авиация наземным частям. Больше никто не нанесет. От авиации может каждый самолет 5-7 тонн, это если истребитель. А если бомбардировщик от того больше 2 раза может нести бомбовое вооружение, сразу высыпать чуть ли не в одну точку. То, естественно, если бы ПВО нашего не было, они бы сделали вот такую же беду со всеми нашими городами. Но тут надо понимать, какое ПВО. ПВО есть против аэроцелей и баллистических целей. Так вот, против аэроцелей нам нужно, допустим, еще там, ну, несколько десятков систем, зенитно-ракетных комплексов уровня, допустим, на Самсов или Аэрис ТСЛМ. Ну, их просто не существует. Пусть они Хоуки, нам сейчас Хоуки передают. Тоже неплохая система, там до 50 км в виде. Но есть еще беда, у нас беда баллистические ракеты. А против этих баллистов даже самолеты бессильные. То есть здесь только либо СМТ, который вот сейчас нам передают, либо те же Патриоты, у которых там 2 батареи. Ну, нам надо хотя бы полсотни батарей для того, чтобы закрыть периметр. Дело в том, что, да, радиус работы Патриота, ну, 30-40 км по баллистическим целям. А сколько их на 2,5 тысячи километров, допустим, границы их надо порасставлять. То есть где-то до полусотни батарей нам надо. Ну, если вот провести аналогию, то в Эмиратах 200 батарей, 200. А нам хотя бы полсотни. Ну, посмотрим, как это будет развиваться. Но оптимальный вариант сейчас вот на двух этих, и на одном Рамштайне, и на саммите НАТО, поднимать вопросы закрытия неба. Еще раз поднимать и уже так настойчиво. Ну, и так, чтобы уже закончить про ПВО сегодня, говорят, что у русских хотелось спросить. Говорят, что вот эта система шелонерной ПВО, тот же Игнат говорит, есть стопроцентное накрытие у бункера Путина, а покрыть всю Россию невозможно. Она очень большая. И насколько они, так сказать, доступны поражению? Ну, Россию точно невозможно накрыть. Это еще Советский Союз пытался, пытался. Только отстроили три линии обороны Москвы, и то с одной стороны, с запада, юго-запада, и все. Просто не смогли, потому что очень много систем ПВО, и вообще никто, большие страны ПВО не закрывает. Это там Израиль можно закрывать, ну, то есть маленькие страны, область какую-то, Украины. Но целую Украину закрыть, ну, очень сложно без авиации, без паритетных систем вооружения. Паритетные – это надо иметь, допустим, те же крылатые ракеты, которые по нам отстреливают Россию. Вот если они по нам сбрасывают Х-101, 555-й, отстреливают Калибры или Искандеры, нам просто надо иметь такое же оружие, это типа Тамагавков, и отстреливать в обратную сторону. То есть когда у них на воздух поднимется Кремль, на молекулы разнесем Уралвагонзавод, в Дубне производство ракет вот такими дальними системами, то им как бабка пошепчет, перестанут отстреливать. То есть здесь вот это паритетное оружие сдерживает, а полностью закрывать систему, ну, это довольно-таки сложно. Вернее, полностью закрывать воздух – это нереально, а россиянам это точно нереально. Они могут всю жизнь работать на создание зенитно-ракетных комплексов и не покроют всю Россию, даже попереди. Прошлая ночь над Крымом была, как утверждают немецкие другие газеты, там около десятка беспилотников, ну, они там пытались как-то там сопротивляться и так далее. Но суть не в этом. Что у нас с беспилотниками? Да, ну, потому что там Крым, Крымский мост и прочее-прочее, мы все время об этом думаем, мы все время об этом говорим. И очень важно, мы видим, что это война в какой-то степени, да, это война беспилотников все-таки. На беспилотнике все-таки, вот, беспилотники не выполнят задачу поражения, там, полного поражения, даже половинного поражения, нет. Я потом говорю, в какой-то степени, это, по-моему, первая война, в которой столько беспилотников используется, правильно ведь? Ну, так и есть, понятно, что за счет общего количества беспилотников и пока еще малой системы радиоэлектронной борьбы, малого количества РЭП, а РЭП может потушить любые беспилотники, если в достаточном количестве и правильно расположенные. То есть, как раз, вот, мы в начале, получается, этой фазы, потому беспилотники в одну сторону летят и в другую. Но реально ни один беспилотник нанести большого урона, ну, точно не может. Но ни одни, там, сколько беспилотников не было, но Крымский мост они не разрушат. Ну, просто не получится у них. Да, можно поджечь нефтеприемники, можно поджечь какие-то цепочки поставки топлива или, там, боеприпасов, но вывести из строя полностью системы, ну, не получится. Для этого нужны ракеты. Беспилотники есть, мы работаем, вот смотрите, и в Калу, до Калуги долетают, ну, понятно, по Рублевке, и движение было по тому же Энгельцу. Пока точечные удары, пока масштабирования нет. Скорее всего, не вышло все-таки наш Укроборонпром на массовое производство беспилотников. Потому что пока, пока еще не видно. А закупать в больших количествах мы пока не можем, я правильно понимаю? Во-первых, их никто в больших количествах не производит. Это вот Иран, и то свои запасы, несколько лет они копили, их, наверное, с десяток лет копили эти запасы. Сейчас рассчитываются с россиянами за счет поставок самолетов. И то вот те же иранцы, они меняют беспилотники, меняют все-таки на самолеты. Понимаешь, что, ну, самолет с дальностью, с боевым радиусом за тысячу километров, ну, уж лучше в 100%, чем какой-то беспилотник. Даже если тысяча этих беспилотников, один самолет может выполнить задачу намного круче, мощнее и дальше. А мы вот говорим о том, что нам могут передать концу лета к началу осени в 16. Мы говорим о том, что наших ребят учат в Германии, в Штатах, в Канаде, насколько мы услышали от Трюдо. Сколько по времени нужно, сколько это сложный процесс, чтобы одного пилота подготовить? У нас переучивание идет. Подготовка годами учатся пилоты. У нас идет переучивание, то есть летчики, которые уже летают. Профессионально, да. Да, им надо просто переучиться на новый самолет. Недолго. Вылететь и полететь летчик может чуть ли не на второй полет. Один контрольный, второй уже может идти и знает, что делать. Ему главное высоту выравнивания определить и чуть поймать систему управления джойстиком, а не рычагом и ручкой управления самолетом, как в наших старых машинах. То есть это не проблема. Налетать определенное количество часов нужно время, надо хотя бы пару сотен часов налетать. Ну и, естественно, управлять вооружением. Это тоже там около 120 наименований вооружений. Каждому надо понимать, как управлять. То есть это тоже время. Это полеты на самих самолетах и на тренажерах. Время около трех-четырех месяцев. По ускоренной программе два месяца. То есть за два месяца, в принципе, летчики в некотором направлении могут или по земле работать, или по воздушным целям, если будут обучаться, то за пару месяцев, в принципе, могут переучиться. Принять мы можем чуть ли не завтра самолеты, в смысле наши полосы готовы. Аэродромно-техническое обеспечение перевозится, перебрасывается. И аэродромы могут работать как запасные аэродромы или аэродромы подскока. Не как основные, как запасные. То есть, в принципе, мы на конец лета, на начало осени можем получить эти самолеты. Все сейчас, скорее всего, упрется в финансирование. Вот посмотрите. Дело в том, что слишком дорогая эта штука самолета. Причем есть возможность еще... Так а что нужно финансировать? Ну, как бы работу этих самолетов? Заправку там? Нет? Во-первых, сами самолеты стоят денег от 10 до 30 миллионов долларов. Нам же их вроде по ленд-лизу передают, нет? Вот в этом-то и весь вопрос. Вот если бы нам передавали по ленд-лизу, не было бы проблем. Тем более, ленд-лиз заканчивается в конце сентября. То есть, 1 октября уже никакого ленд-лиза не будет. Тот закон, который был принят, он принят вот до конца сентября. Все. Потому, если сообразят и наши, и американские, наши лоббисты, имеется в виду, проукраинские, и как-то авиационную компоненту все-таки передадут по ленд-лизу, мы, по крайней мере, не выедем те программы, по которым нам дают расходники на выполнение боевых действий. Если мы сейчас, допустим, все деньги съедим на поставку самолетов, то у нас просто не хватит денег на вооружение, то есть на боеприпасы, на технику, на наземную. Потому, здесь надо, ну, это, естественно, нашим финансистам, нашим военно-политическому руководству, ну, и нашим лоббистам в Америке, в Европе тоже на это надо смотреть. Надо запускать механизм ленд-лиза, хоть уже напоследок его запустить по самолетам, получить там определенное количество самолетов. А если серьезно попросить, так мы и 200 самолетов можем получить по ленд-лизу. Они стоят, они же на консервации у американцев стоят по ленд-лизу. Это не купить, это не, за них не надо будет платить. А нам просто их по ленд-лизу передадут, те, которые будут уничтожены в процессе боевых действий, их спишут, а те, которые останутся живыми, их вернут обратно. За них даже денег платить не надо. То есть, это называется так, дали попользоваться. Вот этот режим надо включать, и эти деньги, это десятки, ну, больше десятки миллиардов долларов. То есть, это серьезный день. Ну, и еще говорят о том, что вот этот саммит НАТО, который будет, да, 18-го, по-моему, числа, что там может быть принята дорожная карта, как и когда мы можем вступить в НАТО при выполнении определенных условий. Может ли это быть, будет ли это, как вы считаете? Ну, как минимум, предпосылки к этому есть, но очень много стран, все-таки начиная от Венгрии и заканчивая страны, которые не хотят себя пока обозначать, не в, по-украински, в захвате, да, не в восторге от вступления Украины в НАТО. Ну, а давайте подумаем, кто. Смотрите, в восточный, там, по-моему, в НАТО, вот я, в отличие от одной депутатки, точно не помню, сколько там, 35, по-моему, стран, да, в НАТО? Вот. Когда-то была против, когда-то была против Германии и Франции, насколько мы помним, в 2008 году. Сейчас, сейчас, восточная Европа, по-моему, вся подтвердила готовность, кроме Венгрии, да, вот, и мы там каждый день об этом слышим. Германия, по-моему, сейчас не против, об этом недавно заявляла бывший министр обороны. Вот кто, как вы считаете, против, может быть, пусть, ну, не открыто, но, может быть, против, ну, хотя бы вот этого, вот, так сказать, дорожной карты этой? 31-я страна, это Финляндия, сейчас 31 страна в НАТО. А, 31, а видите, ну, вот. 32-я, 32-я будет, скорее всего, Швеция, то есть, готовность у них запрашивается, 32-я. Хотелось бы, чтобы 33-й страной была Украина. Да, очень хотелось бы. И по той же самой карте, вот, по той же дорожной карте, как вступала Финляндия в НАТО, как сейчас Швеция пытается вступить в НАТО, вот по той же самой карте надо и нам пройти, пусть за год, к следующему году уже, по крайней мере, понять. То есть, вот то, что нам надо требовать, просить, требовать, неважно. Есть подтверждение от 20 государств, которые не против или за то, чтобы Украина вступила в НАТО. 20, а значит, как минимум 11 государств еще так противятся. Венгрия, это, да, первая такая великая страна, пришедшая когда-то в Европу народ из-за Урала, Ханты-Манси, да, оттуда мадяры зашли в Панонию тысячу лет назад, мимо как-то проскочили, мимо Киева даже за стоянку не заплатили. Вот за парковку, по крайней мере, это надо вопрос задать Кличку, как это он так с них за парковку-то не насчитал. А вот дальше Греция, это точно будет против, балканские страны, часть балканских стран будет против, может быть и центральные европейские страны, это тоже под вопросом. Но вот есть сейчас, по крайней мере, 20 стран, которые точно за. Значит, еще, то есть две трети за, треть пока еще под большим вопросом. Я думаю, как минимум половина из этой трети, 5-6 стран, они будут за, как только мы разобьем российскую армию на нашей территории. Ну, а я думаю, все остальные, ну, как-то додавят в конце концов. Ну, да, да, это уже работа для наших украинских лоббистов, и не только для наших. У нас есть люди, которые с этим постоянно работают, есть дипломаты. Я думаю, что они продолжают. Ну, а закончен, наверное, сегодня роман, мы сегодня вспоминали вторую, в кавычках, армию, да, в Украине, как говорил американский дипломат. Вторая после украинской. Депутаты Госдумы, о которых мы сегодня вспоминали, призвали не просто к созданию заградотрядов, да, я хочу просто эту тему уже закончить, а к расстрелам военнослужащих. Вот этот Журавлев предложил вернуть военно-полевые суды, которые, собственно, без всяких судов бы приговаривали тех, кто там дезертировался, с точки зрения, или как-то неправильно себя ведет, к расстрелам просто вот. Ну, как это было при Сталине? Ну, это было при всех армиях, при всех реальных войнах, то есть как раз не без судов, это как раз и есть суд. Военно-полевой трибунал, три тройка, так называемая, три офицера, которые имеют право принять решение и привести уже в исполнение, не отходя от кассы при выполнении задач. То есть, ну, это, особенно в армии России, это сейчас будет востребовано, так как будут все бежать. Будут бежать, вот сейчас идут формирующие операции, уже включились бригады. Понятно, что дезертированство очень выросло в российской армии. И оно будет однозначно, и им надо, самое интересное, там же еще проблема, это не просто там, чтобы вся армия не побежала, она над эти расстрелы. Это для того, чтобы потом этих бежащих с оружием не вылавливать по всей России, которые они же начнут выполнять задачу развала России. То есть, если хотя бы несколько тысяч с оружием сбежит в Россию, так вот представьте, сколько это будет, они потом их не доловят, по крайней мере. Такой сепаратизм на местном уровне, причем уже подтвержденный оружием. Ну, посмотрим, как они будут к этому, как идти. Но по правильной дороге идете, товарищи. Это Лен, Лен, Лен бы так сказал. Спасибо большое, Роман. Ну что ж, наступление начато. Молимся за ЗСУ и молимся на ЗСУ. На следующей неделе обсудим с вами, что же произошло за неделю, которая нам только предстоит. До свидания. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова